Ну что же, мы продолжаем. Я надеюсь, что вы наконец понимаете, почему практически в каждой программе касается ли это гипертонии, или касается это проблем, связанных с обменными какими-то вещами. Я все время говорю, даже при псориазе, я все время говорю о роли позвоночника, о роли позвоночника. Я все время говорю об аппликаторе Кузнецова. Я надеюсь, вы это поняли уже. Именно поэтому, потому что так важен для нас вот такой нормальный статус нашего позвоночника, нормальный действующий орган. Очень важно. Ну, а теперь, пожалуйста, давайте думать о том, как нам быть дальше. Ну, хорошо. Мы с вами проделали проживы, мы с вами начали делать гимнастику, мы с вами используем аппликатору Кузнецова. А как нам дальше-то быть? Ну, вот нет у нас грыж, а больно очень. Межпозвоночная грыжа присутствует. Повернуться тяжело, не могу. И тут болит, и основание шеи болит, и шея болит, и поясница болит, и крестец болит. Все болит. Как быть дальше-то? И вот тут вам и ставят тот самый диагноз спондилез или спондилоартроз. А вот тут мы должны с вами понимать, что эта ситуация системная, и что эта ситуация имеет отношение ко всему опорно-двигательному аппарату, а не только к позвоночнику. То есть я имею в виду и наши тазобедренные суставы, и колени, и плечевые, и локтевые суставы, и все. И мелкие наши суставы, и все. Значит, мы с вами должны начинать реабилитационную и восстановительную программу для нашего опорно-двигательного аппарата. И как видите, я тут даже вот как бы не стараюсь сместить акценты в сторону позвоночника или в сторону тазобедренных суставов. Не стараюсь и не нужно. Это единая система. Как нам здесь поступать? Вот скажем, вы привели себя более-менее в порядок. Все, у вас уже боли нет. Вы спокойно наклоняетесь, выносите тяжести, не перенапрягаясь, естественно, при этом. Да, все так. Здоров ли ваш позвоночник? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Мы его восстановили частично. Мы сняли вот эту спастику. Мы более-менее улучшили кровоток. Да, мы довольно значительно снизили уровень воспалительных процессов. Особенно по корешковым зонам. По корешковым зонам нашего позвоночника. А как быть дальше? А дальше нужно делать вот что. И те, кто эту программу выдержит до конца, будут благодарны, ну, по крайней мере, мне так кажется, мне долго. Долго. Потому что результат, который может быть достигнут в результате этой программы, может быть достигнут. Естественно, ни о каких гарантиях тут речь может не идти, потому что все зависит от вас. От того настолько, насколько вы точно выполните все. И насколько хватит у вас воли для того, чтобы это сделать. Потому что мы ведь все считаем, что если у меня кольнуло вчера, значит, и один день поболело, то и лечиться надо мне один день. При этом абсолютно не беря в голову о том, что ты, прежде чем это кольнуло, ты, наверное, болел уже там 3, 5, 10 лет. Вот в чем тут дело-то все. И последствия, которые мы должны с вами снять, это последствия, накопленные десятилетиями. Значит, дальше, что я вам советую. Вот сколько времени у вас займет эта гимнастика? Ну, вот по практике я знаю, что достаточно 10-12 до 15 дней поделать эту гимнастику. Я еще раз подчеркиваю, вот что. Что эту гимнастику делать можно стоя, можно начинать делать сидя, но потом все равно придется встать. И если тяжело стоять, то нужно обязательно придерживаться, ну, с тем, чтобы хотя бы защитить себя. Но, хорошо, достаточно 15 дней. Вот вы 15 дней, вы делаете эту гимнастику, вы уже лежите на аппликаторе Кузнецова, вы уже привыкли к нему, вы уже поняли, что убить он никак не может, а что помочь может действительно во многом. Вы почувствовали, что у вас даже сердце начинает потихонечку работать лучше, что аритмия ваша и та начинает потихонечку уходить за счет того, что мы функционально помогаем восстановиться нашему позвоночнику. Ни много, ни мало позвоночнику. Поэтому, так сказать, продолжаем программу дальше как. Очень советую вам, вот после курса гимнастического вместе с аппликатором Кузнецова, подключить цикл ванн даже не со скепидарными эмульсиями. Рановато. Нам надо с вами подумать, нужно подумать о том, чтобы восстановить минеральный обмен в нашем организме. Потому что, как правило, тогда, когда вот остеохондроз, да еще такой махровый, как говорят, тут проблема ведь не только в кровотоке, не только в сосудистой, тут проблема еще и в том, насколько хорошо протекают в нас биохимические обменные процессы. Вот что. И, как правило, нарушение там. Тогда, когда у нас есть с вами вот такие ярко выраженные явления остеохондроза, то, как правило, у людей еще есть проблемы в щитовидной железе, еще есть проблемы в поджелудочной железе, есть проблемы в урологической и гинекологической сфере. Как правило, как правило, да, есть камни в желчном пузыре, есть камни в почках, как правило. Безусловно, не у всех, но как правило. Вот как нам в этой ситуации быть? Очень вам советую начать сразу в ванны с солью, с морской солью. И почему именно с морской солью? Да потому что вот что происходит. У нас, как правило, вот при таком развитом остеохондрозе, как правило, кальция в организме навалом, солей навалом кальциевых, отложения и на суставах, и меж суставами, все есть. И вы знаете, что довольно часто бывает? При том, что вроде как соли много, а у нас еще остеопороз. Не поступает кальций в костную ткань. Вот это должно вас точно совершенно насторожить. Тогда, когда мы с вами ложимся в ванну с морской солью, мы запускаем в работу самую главную нашу эндокринную железу – это наша кожа. Я сейчас буду говорить об одной ее функции, но очень важной. Потому что там функций огромное количество, вы знаете, да? Мы очищаемся кожей, мы и дышим кожей, мы и питаемся кожей. И вот то, что мы питаемся кожей, должно нас с вами очень и очень греть. Почему? Потому что тогда, когда мы с вами укладываемся в солевую ванну, наша кожа включает вот эту самую свою функцию, вот эта железа. И начинает из перенасыщенного солевого раствора, я подчеркиваю, перенасыщенного, или очень, лучше так, очень насыщенного солевого раствора, забирать то, что необходимо моему организму. Не ей, не коже, а организму. А ему, как правило, много чего не хватает. Ему не хватает селена, ему не хватает кремния, ему не хватает железа, ему не хватает марганца, ему не хватает калия. Натрия только много всегда. Понимаете, ему не хватает магния. Но они вот как раз, эти соли, они в этом растворе присутствуют. И способность, мы должны с вами использовать способность кожи определить и взять из этого раствора то, что необходимо нашему организму. Более того, кожа способна в запас накопить те микро-макроэлементы, без которых мы с вами жить не можем. Да? Особенно те микро-макроэлементы, без которых не может жить наша эндокринная, управляющая всеми обменными процессами в организме, участвующая в них, наша эндокринная система, система эндокринных желез. Как делается эта ванна? Значит, пожалуйста, вот здесь нужно помнить, что лучше, если эта ванна будет непрохладная. Непрохладная. Эта ванна должна быть теплой, на уровне 37 градусов, 37-38. Вот начальные границы температурные этой ванны, 37-38. Вот в этой ванне надо растворить, ну, 3-5 килограмм, в зависимости от объема ванны, 3-5 килограмм соли. Советую вам использовать каменную. На сегодня она, скажем так, более всего хороша для нас с вами. Почему? Потому что морская соль, неочищенная, которую добывают, а нам нужна неочищенная соль, естественно, она несет к себе, к сожалению, достаточно большое количество всяких очень неприятных для нас с вами вещей. Ну, например, так сказать, в водах океана мирового, в прибрежных зонах, как правило, захоранивается достаточно много всяких там отходов, да, которые, естественно, в микродозах так, ну, могут попадать в эту соль, могут откладываться в этих солевых отложениях, да. Ну, я приведу одно время, больше всего поступала соль, вот такая соль для физиопроцедур поступала с озера Баскунчак, из которого сейчас вообще эту соль использовать практически невозможно. Там и пестициды, и химия, там огромное количество примесей, которые нам категорически не нужны. Поэтому лучше всего использовать ископаемую каменную соль. Это все равно отложение древних морей. Поэтому лучше каменной соли, мы сейчас ничего не найдем. Значит, но в эту каменную соль надо обязательно, в эти ванны, надо обязательно добавлять 3-5 капель йода на большую ванну, с тем, чтобы хотя бы микродобавка йода в этой солевой ванне была, потому что процессы регуляции йод способствуют развитию, ну, как бы более точному прохождению всех процессов, связанных с регуляцией организма. Это известно, так сказать, тут даже объяснять особо не нужно. А дальше нужно сделать вот что. Лечь в эту ванну, лечь в эту ванну, температура 37 градусов, да? Побыть, полежать порядка 7-8 минут, даже поплескаться можно. Так, чтобы, так сказать, даже вот те части нашего тела, которые оказываются вне солевого раствора, их все время обмывать так, чтобы они все время находились под солью. Можно волосы смачивать, кожу смачивать, ничего плохого не будет, волосы будут только лучше. Лицо можно смачивать, и лицо будет лучше. И не бояться этого. Но через вот там где-то 5-7 минут поднять температуру ванны на 1 градус. Выше не надо, потому что если вы будете поднимать температуру вот этой солевой ванны выше, ну, хотя бы до 39, вы обязательно включите механизм терморегуляции, такую серьезную, по-настоящему, и вы начнете потеть. Вот первые 5 ванн, пожалуйста, этого не нужно. 37-38 градусов, все. При 38 градусах вы тоже полежите, пожалуйста, 5-7 минут. Больше не нужно. И выходите из ванны. Но самое главное, не обмывайтесь. Не обмывайтесь. Не надо. Вот так вы проводите первую, вторую, третью ванны. Общая длительность у вас получается где-то около 15 минут. Это 15-16 минут. Этого вполне достаточно. Уверяю вас, что после третьей, четвертой ванны вы будете себя чувствовать уже крепче. Самое интересное заключается в том, что будут лучше выглядеть на ощущение, по крайней мере, и ваши суставы, и ваш позвоночник, и ваши суставы, причем все. Вот что интересно. А потом мы с вами не должны забывать. Вот еще какую вещь. Вот, скажем, на одном из самых соленых морей на Земле, в Мертвом море, практически нет никакой живности. Там живет только одна бактерия всего. Понимаете? Там нет никаких бактерий, там нет никаких микробов, там нет никаких вирусов, там нет ничего. За счет перья, такого чересчур насыщенного солевого раствора. В соли ничего не живет. Вот живет эта одна несчастная бактерия, которой до человека, до его организма, до его крови вообще нет никакого дела. Понимаете? Она живет в других условиях совершенно. Вот тут какая еще интересная вещь. Поэтому эти ванны, еще ко всему прочему, для вашего организма, будут санирующими, гигиеническими. При этом эти ванны будут способствовать регенерации вашей кожи, восстановлению вашей кожи, ваших тканей и даже мышцам. И то они будут помогать. Они будут помогать вашей крови, вашей лимфе. Они, так сказать, будут способствовать восстановлению или восстановлению внутреннего равновесия, то, что называется гомеостазом. А гомеостаз – это здоровье. Итак, вот вы проделали 3, 4, 5 ванн. Вот в таком режиме. А вот дальше я вас попрошу вот что сделать. Начиная с 6 ванны. 6, 7, 8, 9, 10, 6, с 6 по 10. Вы обязательно в ванну, когда будете готовить, добавляете все те же 3-5 килограмм соли, но добавляете туда 3-5 капель йода и добавляете еще вот тот самый экстракт, которым я когда-то вам говорил. Это скипидарный экстракт. Это практически чистый скипидар на травах. Он совершенно замечательный тем, что это, по сути, удивительный инструмент. Вот этот экстракт называется живица. Живица – это чистый живичный скипидар. Именно поэтому он так называется. В которой экстрагированы несколько трав. Очень хороших трав. И воспалительных, и иммуномодулирующих, противовоспалительных, естественно. И иммуномодулирующих. Такой очень хороший реабилитационный, я должен вам сказать, или восстановительный комплекс травяной. Что надо сделать? Вы сделали, приготовили ванну туда, опустили 3-5 капель йода. И накапали пробно 15 капель, всего лишь 15 капель вот этого самого скипидарчика. И будет происходить вот что. Через какое-то время, вот когда вы лежите, уже даже при 37 градусах, ваше тело начнет покалывать. Пожалуйста, если вы боитесь очень за ваше личико, то не надо смачивать лицо. Хотя, ничего плохого в этом нет, кроме хорошего. И смачивайте обязательно волосистую часть головы. Покалывать начинает, как будто бы чуть-чуть начинает стрекать крапивой. Чем больше вы лежите, тем больше возникает это ощущение. Оно может быть очень интенсивным. Если оно очень интенсивное, тогда не надо поднимать температуру ванны до 38 градусов. И 37 будет достаточно. Что происходит по-настоящему? Вот в этот момент, когда появляются вот эти вот покалывания, да, обстрекывание, что ли, крапивное такое, вот в этот момент начинает работать наша с вами рефлексотерапевтическая система. Это, конечно, не аналог, это другая с точки зрения выраженности системы, чем та, которая используется при иглоукалывании. Хотя и при иглоукалывании используются все те же самые биологически активные точки на поверхности нашего тела, их огромное количество. Вот здесь в работу вступает, начинают, благодаря биологически активным точкам, которые находятся на поверхности нашего тела, начинает работать наша восстановительная рефлексотерапевтическая система. Это система, которая заставляет работать механизмы регуляции и самовосстановления, и самовозрождения, что ли, меня, моего организма. Через раздражение биологически активных точек. Причем есть один закон, что раздражаться, вот эти вот сигналы о том, что они работают, вот эти вот покалывания, да, мы получаем только от тех точек, которые в этом нуждаются. Это такой энергосвоеобразный энергоподпит... Это такая своеобразная система энергоподпитки, что ли, нашего собственного организма. Раздражение его. Понимаете? Причем, пожалуйста, не бойтесь, это не ожог, а это именно раздражение необходимых биологически активных точек на поверхности нашего организма, вот на поверхности нашей кожи практически. Понимаете? Вот до какого времени можно вести вот эту процедуру? Я имею в виду по времени пребывания в ванной. Пока вы терпите. Перебачивать, безусловно, не надо. Вот как только вы почувствовали, что поняли, что у вас практически все тело, вот как будто бы его настрекали крапивой, выходите, пожалуйста, из ванны. Не обмывайтесь. И после солевой ванны не нужно обмываться, надо обязательно дать высохнуть и где-то через час только применять душ, ну, с тем, чтобы остатки соли смыть, да? И здесь. Причем лучше походить, потому что стрекать будет довольно сильно. Не переживайте. Вот это вот ощущение, вот это вот такого раздражения, что ли, оно будет сохраняться у вас где-то около 30-35 минут. Через 30-35 минут все уходит. Никаких пятен, никаких ожогов, никаких болячек у вас не будет. Наоборот. Ваша кожа будет вам благодарна. Более того, я хочу вам сказать, что это вот для тех, кто очень стремится к тому, чтобы выглядеть хорошо, чтобы косметически все было замечательно, чтобы кожа была такая гладкая, эластичная, да, как нужно, упругая. Они вот на эту процедуру должны обратить внимание. Понимаете? Не говоря уже о том, что мы с вами вот таким вот образом, да, воздействуем на соединительно-тканную часть нашего организма. А соединительная ткань очень важна вот в тех процессах, о которых мы с вами говорим. Ее устойчивость, я бы сказал так. Так что через 30 минут у вас эти вот ощущения пройдут, примите прохладный душ, и все будет очень хорошо. И вот такую ванну надо делать через день. И первые ванны мы с вами, солевые, делаем через день, и здесь мы делаем через день. Я не сказал только об одной вещи. Ну, напомню, не страшно. Мы еще с вами разговариваем. О том, что после ванны в этот день, вот хорошо бы во время этого комплекса ванн, обязательно вечером перед сном использовать аппликатор Кузнецова. Не забывайте об этом. Хочу обратить внимание тех людей, у кого наиболее выражен грудной остеохондроз. То есть, остеохондроз грудного отдела нашего позвоночника. Желательно вам между ваннами проводить обязательно горячие грудные обертывания. Горячие грудные обертывания. Потому что, как бы мы с вами не старались сделать гимнастику, которую вы знаете теперь уже, как бы мы с вами не старались делать там прожимы, лежать на аппликаторе, все-таки это самая консервативная часть нашего позвоночника. А от его, от состояния грудного отдела позвоночника зависит очень много, включая ритм сердечный, наше состояние сердца, легких, диафрагма наша, желудок, печень. Понимаете, тут огромное количество интересов. Поэтому желательно между ваннами, я бы вообще даже не желательно сказал, а обязательно, делать горячие грудные обертывания. Они делаются очень просто. Я не один раз об этом рассказывал вам. Они все, как бы это понятная процедура. Две пары полотенец, три пары полотенец. Одна хлопчатобумажная, вторая пара махровая, третья пара тоже махровая. Дальше мы делаем очень просто. Все эти три пары полотенец, они должны по длине быть такими, чтобы обернуться вокруг груди и чуть-чуть даже внахлёст должно быть. Мы с вами берем первые, все эти три пары полотенец, сворачиваем в валики. У нас будет три валика. Потом мы взяли небольшую посудную тазик, ведро, налили туда горячую воду 65-70 градусов. И вот в эту горячую воду мы с вами положили махровый валик первый и хорошенько его в этой горячей воде промочили. А дальше все просто. Приготовили постель, советую на постели обязательно постелить клееночку. На эту клееночку уже положили шерстяное одеяло. Его можно сложить вдвое и так поперек положить. А дальше все очень просто. Вокруг груди обнажились, вокруг груди обернули вначале сухие полотенца хлопчатобумажные. Потом в перчатках, безусловно, чтобы не обжечь руки, достали первый махровый валик из горячей воды, чуть-чуть отжали его и быстро развернули поверх хлопчатобумажных и тут же взяли сухой махровый валик и развернули поверх мокрого. И у вас такой получился термосоподобный кокон на груди. Завернули себя в шерстяное одеяло и сверху еще завернулись в теплое одеяло. Лучше, конечно, если вам кто-нибудь в этом поможет. Теплое шерстяное одеяло еще одно или толстое зимнее одеяло. И хорошо бы к ногам здесь положить грелочку но грелочку не там 70-80 градусов а градусов 40 теплую активно теплую и вот так 20 минут полежать. Через 20 минут вы снимаете все навернутые на себя полотенца можете отложить грелочку можете не откладывать ее и еще минут 30-40 полежать просто под одеялом покайфовать потому что состояние очень хорошее очень хорошее я почему вот об этом во всем говорю потому что мы должны с вами вот здесь беспокоиться о том чтобы вот эти вот спондилозно артрозные проблемы и остеохондрозные проблемы да как-то изменились и с тем чтобы в этот процесс патологических изменений не включились остальные наши суставы вот это об этом надо очень серьезно думать чем в этой ситуации мы себе можем достаточно серьезно еще помочь вот есть такой препарат который придумал Валентин Михайлович Караваев доктор военврач гастроэнтеролог с огромным стажем практическим и этим препаратом занималась военно-медицинская академия Санкт-Петербурга он называется литолизин вот он значит он создавался этот препарат создавался для растворения камней в почках и в печени растворение камней а что такое камни это не что иное как солевые да конгломераты образующиеся тогда когда желчь становится густой не текучей когда моча становится перенасыщенной и тогда соли начинают выделяться из этого вот так сказать вот раствора да и начинают формироваться камни так вот литолизин помогает организму их растворить рассосать как бы и вынести из организма клинически это подтверждено это БАД препарат это не рецептурный и я хочу сказать что почему я позволяю так сказать тебе говорить о БАДах сегодня потому что уж очень много сейчас идет всяческих нареканий в адрес БАДов вы понимаете какая вещь давайте мы все-таки отделять плевела от зерен настоящих хлебных дело все в том что БАД это не сегодняшнее изобретение биологически активная добавка а это изобретение уже давнее и в советское время БАДы мы использовали достаточно широко я назову вам несколько которых вы знаете прекрасно и которые до сей поры вам замечательно помогают ну например панангин да это калий магниевый препарат помогает он вам конечно он лечит да не лечит он он просто восстанавливает баланс калия и натрия в организме а что такое этот баланс это значит легче во много раз сердцу становится да не возникает отеков никаких и панангин предостерегает развитие скажем аритмии вот вам а это БАД это не лекарство в чем отличие вот этих БАДов о которых я говорю от тех ну которые действительно я бы лично просто запретил бы даже о них говорить потому что на сегодня сегодня виноваты в этом не медики не те кто выпускает БАД а те кто их извините пожалуйста разрешает выпустить в жизнь потому что ведь сегодня для того чтобы выпустить БАД ничего не стоит да сложил кое-какой комплекс да отдал лабораторию да на экспертизу замечательно нет ядовитых оснований признаков ядовитости в этом БАДе нет токсичности не уродует он тебя не может он тебя отравить замечательно бери сертификат соответствия и давай дуй себе так называемый санитарно-гигиенический сертификат и все и продавай как БАД пожалуйста вот тогда когда существуют такие БАДы лучше конечно не говорить ни о каких лечебных свойствах и восстановительных в советское время к БАДам предъявлялись такие же требования как к лекарствам и они проходили такие же клинические испытания чтобы было понятно их эффект час который возникает у человека вот сию секунду тогда когда он принимает его и какие эффекты могут возникнуть потом через год полтора два так вот друзья мои я так сказать говорю и предлагаю вам те препараты которые определены с точки зрения всего комплекса клинических испытаний только так только так по тем свойствам которые объявлены на эти препараты вот в чем тут дело они должны быть эти свойства должны быть подтверждены так к счастью великому в литолизине эти свойства подтверждены и неоднократно и ни в одной клинике это военно-медицинская академия это больница мечников в Санкт-Петербурге это много сегодня уже и до сих пор они их продолжают испытывать уже около шести-семи лет понимаете но в чем смысл этого препарата вот я сказал он растворяет камни но ведь понимаете какая вещь что значит растворяет камни это же не кислота вот которую мы капнули на камушек и она растворилась растворила это камень да вот камень серной кислотой или соляной как может вот эти травки то что в них содержится вот этот комплекс биологический активный как он может растворить эти камни да просто он ничего не растворяет да сам по себе он создает условия при которых организм сам начинает убирать лишнее тогда когда восстанавливается норма минерального обмена в организме вот тогда эти отложенные наши конкременты как говорят и в почках и в желчном пузыре в полостных органах а сегодня так сказать эти камни образуются даже и в слюнных железах и где только их нет понимаете вот тогда даже в простате у мужчин и то и то и то есть конкременты создаются условия и они начинают как бы обтаивать вот это лишнее начинает из организма уходить исчезать а что такое остеохондроз или отложение солей это вот эти самые целевые наросты которые мы с вами получили в течение жизни в силу нарушений минерального обмена или вообще всего спектра обменного спектра в организме вот чем дело то значит соответственно мы с вами вот тот момент когда мы начинаем с вами пользоваться вот этими капельками экстрактами да и можем подключить к этому процессу литолизин который поможет нам с вами вот эти завалы разобрать разобрать внутренних самих и вот эти лишние соли лишние убрать знаете сколько я видел людей у которых становились нормальные руки подвижные у которых не было этих вот чудовищных желваков на суставах вот что мы делаем и так у нас с вами пять ванн мы делаем просто с солью да ничего не добавляя начиная с шестой ванны по десятую мы начинаем добавлять скипидарчик с травами потихонечку от 15 капель я напоминаю если он не сработает 15 капель можно 5 капелек добавить да обязательно сработает не сработало еще 5 капелек добавить и вот эти 25 капель будут вашей нормой и мы начинаем принимать литолизин в капсулах не для растворения камней потому что там есть совершенно особые такие форма приема этого препарата а разработанные а просто принимаем вот капсульный вариант литолизина ну вот казалось бы и все и вот тогда когда мы с вами провели уже 10 таких ванн да я вам советую потихонечку переходить к ваннам со скипидарными эмульсиями вот наверное сейчас кто-то меня слушает и думает по себе вон и вертел вон и вертел и аппликаторы и прожимы и ванны с солью и литолизины с экстрактами живица вот все и зачем это нужно и зачем это нужно вообще зачем человеку жить здоровым и возможно ли это ведь современный человек сегодня живет как на чем я это заметил не только там по людям моего возраста да уже так как бы поколение траченного морю понимаете по молодым людям которые там 20-25-30 лет которые утром встают и говорят так что у меня сегодня болит ой чего-то болит чего-то болит понимаете сегодня вообще появилось поколение которое все время лечится и думают что они тем самым сохраняют здоровье представляете себе да лечатся и думают что они сохраняют здоровье так просто не бывает просто так не бывает если человек лечится он уже не будет здоров просто значит надо себя содержать в таком состоянии чтобы иметь возможность в любой момент всегда чувствовать себя здоровым чувствовать себя здоровым а недомогание такие сякие легкие они всегда могут быть нельзя прожить жизнь и не испытать головную боль понимаете ну нельзя прожить жизнь и ни разу не погрипповать или не простудиться так не бывает важно чтобы ваш организм справлялся с этим это первое во вторых вас давно приучили лечить себя по принципу болит ухо лечу ухо потому что ухо живет отдельно от меня вот как приучили лечить сатанас понимаете ухо живет отдельно от меня коленка отдельно правая коленка отдельно левая отдельно позвоночник отдельно крестцовый отдел отдельно пояснично-крестцовый отдельно грудной отдел все отдельно И все отдельно лечится, забыв, что человек – это единосущная организация, это единая система в миллионах частях. И для того, чтобы вернуть себе здоровье, надо привести эту систему. Так вот, именно после этого мы начинаем с вами ванны со скепидарными эмульсиями. Вы знаете, что ванны со скепидарными эмульсиями, так сказать, они делают одну вещь, самую главную. Они восстанавливают действенность, функциональность сосудистой системы нашей. И в первую очередь на уровне капилляров, на уровне микроциркуляции. Когда создаются условия для возрождения каждой клетки, почему-то люди считают, что клетки – это печень. Вот там клетки. Вот в почках тоже клетки. Легкие – это клетки. Да, все клетки. Но ведь костная ткань – это тоже клеточная структура. Костная ткань – самая плотная и самая консервативная. Вот из чего состоят наши позвонки, хрящи, соединительная ткань наша. Это самая консервативная, самая устойчивая и самая упорная. Понимаете, где крупных сосудов-то практически нет. Где кровоснабжение происходит исключительно по микрососудам, на основе микроциркуляции. Именно поэтому вот эта часть сосудистой так быстро выпадает за счет интоксикации, за счет зашлакованности, за счет забитости, за счет того, что холестерином эти сосуды забиваются. Тогда что вы ждете? Здоровья от наших костей, от ваших суставов. Если вы ни разу им не помогли, вы же все время глотаете какие-то непонятные таблетки противовоспалительные, вы все время пользуетесь какими-то мазями, да, болит левая коленка, вот я ее тру какой-нибудь мазью. А там написано, улучшает кровоток, снимает воспаление, замечательно. Мы вот у левой коленки кровоток усилили, воспаление сняли, а правая это чем виновата? А ведь она тоже болит. То, что у вас в левой коленке боль яснее, ярче, чем в правой, ведь ни о чем еще не говорит. Просто нагрузка у вас на левую коленку больше, поэтому она и болит больше. А почему нагрузка на левую коленку больше? Да потому что позвоночник кривой. Вот и все. Понимаете? Все. И тут ничего сложного-то нету. Вот почему там очень нужен скипидарный цикл, не меньше 17 ванн. Вообще даже 24. Опять с учетом консервативности самой соединительной ткани и костной ткани. Вот в чем тут дело. Естественно, что мы эти ванны с вами делаем по показаниям с учетом обязательно состояния вашего артериального давления, обязательно с учетом состояния вашего сердца. Помним, что желтая эмульсия – это, значит, высокое давление. Мы боремся с ним, одновременно убираем у себя гипертонию. А белая эмульсия – это очень низкое давление, мы его поднимаем с помощью белой эмульсии. Смешанная эмульсия, когда желтая и белая на одном уровне, тогда, когда у нас более-менее состояние сердечно-сосудистой системы более-менее нормально. Вот в чем дело. И вот здесь возникает один момент, который мы должны с вами очень хорошо помнить. Что чаще всего, в силу резкого изменения режима нашего питания, мы сейчас очень мало едим, так сказать, вот тех продуктов, которые нам очень нужны. Да еще при той фальсификации, так сказать, еды, о которой нам сообщают каждый день. Понимаете, наши хрящи, наша зеленая ткань, плоха, ей помогать надо. И нам исходных материалов для нее не хватает. Вот почему. Я вот здесь напоминаю о хаше, о горячем холодце. То есть, вы делаете бульон такой крепости, как делаете для приготовления холодца, но туда лучку, чесночку, все как положено. Варите так же долго, но варите вы его не из этих, из суставных костей, обязательно. Да, и чтобы этот, он действительно может застыть и храниться. Но перед едой обязательно его разогреть, чтобы он был тепленький. Не горячий огонный, а тепленький, да чуть-чуть горячеватый. И вот этот бульон вы должны пить, пока вы делаете цикл скипидарных ванн, вы должны пить каждое утро 100-150 грамм. Больше не надо. И не старайтесь сразу после этого есть. Не старайтесь. Понимаете, потому что желатин, помните, я вам говорил о том, что желательно в это время даже начать принимать желатин. Хондроитин, понимаете, но из вот этих самых костей. Обязательно. Причем это, по сути, вот высушенный, тот же самый высушенный холодец. Вы делаете это, пьете каждый день. Не меньше месяца. Понимаете? Можно, конечно, обойтись и облегчить себе жизнь и принимать в это время хондроитин. Это необходимый, вот хондроитин, глюкозамин, так называемый. Это необходимая часть для восстановления структуры соединительной ткани и наших костей. Есть такая пищевая добавочка, называется она глюкозамин, хондроитин. Разные производители есть, так сказать, я не называю никаких производителей, ничего. Так сказать, просто говорю о важности этого препарата. И второй препарат, это как дополнение. Можно обойтись без них, можно обойтись вот тем, о чем я сказал. Это артратин. Артратин. Вот он. Вот это вот такой вот артратин. Значит, само слово артратин, да, артрозы. Да, вот на это нацелен этот препарат. На это, на то, чтобы нам справляться с вот этими самыми ситуациями, которые называются артрозами. А адресуясь к нашему позвоночнику, это спондилоз и спондилоартроз. Это межреберная невралгия и остеохондрозы. Можно принимать их. Это тоже пищевые добавки, но имеющие все ту же клиническую базу испытательную, которая позволяет о них говорить. Друзья мои, ну, я заканчиваю этот диск и желаю вам успеха. Я не расписываю в этом диске то, как проводятся ванны со скепидарными эмульсиями и прочими. Мы просто помним с вами о том, что желательно тогда, когда вы проводите цикл скепидарных ванн, использовать, опять же, использовать аппликатор Кузнецова вечером перед сном. Обязательно. И дела ваши будут хороши. Хороши. В этом я лично уверен. Выполните только все то, о чем я говорю. Это у вас займет около двух с половиной трех месяцев. Но так, чтобы уже три, четыре, пять лет вы забыли, что такое проблемы позвоночника. Ну, а сейчас, как всегда, всего вам доброго. Здоровья желает программа «Семейный доктор» первого образовательного общероссийского телеканала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!